Помните Валюху Бучко из сериала «Сваты»? Или вы его еще не смотрели и не знаете, что одну из главных ролей супруги героя Федора Добронравова Ивана Бучко сыграла прекрасная актриса Татьяна Кравченко? Вспомнили ее? Давайте разбираться, потом будете предаваться воспоминаниям. Татьяна Кравченко родилась 9 декабря 1953 года в городе Сталина. Именно так назывался Донецк в те годы. Ее отец Василий Дмитриевич Токарев умер, когда малышке было всего 3 месяца. Девочку воспитывали мать Эмилия Ивановна и отчим Эдуард Семенович Яковлев. Причем она сама носила фамилию Яковлева. Родители Тани были далеки от творческой деятельности. Отчим – экскаваторщик, мама работала воспитателем в школе. В юности Эмилия Ивановна мечтала стать актрисой. Была звездой театрального кружка. Но Великая Отечественная война не позволила мечте осуществиться. А потом стала как-то не до этого. Конечно, мама поддерживала интерес Тани к творчеству. Ее мечту стать актрисой. Но отчим считал, что девушка должна получить серьезную профессию. В 1970 году Татьяна заканчивает школу и пытается поступить на химический факультет Донецкого университета. Однако с первой попытки ей это не удается. Фактически год вылетает. А на следующий год она едет в Москву, чтобы попытаться поступить в театральное училище имени Щепкина. Хотя для отчима озвучивается версия про математический факультет МГУ. Поступить удается с первой попытки. Несмотря на сильный украинский акцент, над которым приходится много работать, ночами разучивая скороговорки. А уже через год талантливую студентку отмечает Алла Тарасова и переманивает свою мастерскую в школу-студию МХАТ. Тем не менее, девушка понимает, что светских львиц ей не играть. Но ведь есть множество других ролей, которые ничуть не хуже. По окончании курса Масальского и Тарасовой в 1976 году Татьяна поступает на службу в Ленком, куда ее пригласил сам Марк Захаров. Он поставил юной актрисе только одно условие – поменять фамилию для сцены. Так как Яковлевых уже много, она среди них просто потеряется. Таня подумала и выбрала фамилию прабабушки Кравченко, под которой ее знают и по сей день. В первом же спектакле на сцене Ленкома юная Таня не только получает главную роль, но и становится коллегой для народной артистки СССР Татьяны Ивановны Пельцер, принявшей самое деятельное участие в судьбе Тани. Она становится наставницей молодой тезки. С тех пор Татьяна Кравченко не изменяет Ленкому, оставаясь одной из ведущих актрис и по сей день. Как она сама признавалась, бывали времена, когда ей хотелось бросить все и уйти, особенно когда ее роли передавались более юным актрисам. А она была вынуждена довольствоваться второстепенными ролями. Но эта жизнь никуда не денешься. Первая роль в кино для юной Татьяны была уже на втором курсе. «Зоотехник Серафима» в ленте «Приезжие». Потом были роли в фильмах «Восьмое чудо света», «Грибной дождь», «Торпедоносцы», «Опасно для жизни», «Леди Магбет» Муценского уезда, «Сукины дети», «Черный квадрат» и так далее. Актриса стала довольно известной, но оглушительного успеха и признания пока не было. «Ширли-мырли», «Каменская-2», «Пан или пропал». Татьяна Кравченко снимается не только в 80-е годы прошлого века. И в суровые 90-е у нее немало ролей. И в нулевые есть интересные работы. Даже в сериале «Моя прекрасная няня» она успела отметиться. Истинное признание приходит к актрисе в солидном возрасте, когда на экраны выходит первый сезон сериала «Сваты», где она снимается в роли Валентины Петровны Будько, Бабы Вали или Валюхи. Так, на шестом десятке народная артистка Российской Федерации Татьяна Кравченко получила-таки заслуженное признание миллионов зрителей из России, Украины, Беларуси и всего русскоязычного пространства. А потом было еще пять сезонов «Сватов», солидный интерес у зрителей и большая пауза – целых восемь лет перед съемками сезона «Сватов», в котором анонсировали немало интересного. Дата премьеры назначена на 14 сентября 2020 года. Подождем. Пару слов о личной жизни Татьяны Кравченко. Ее первым мужем стал Владимир Лавинский, художник-постановщик школы-студии МХАТ. С ним и его родителями Татьяна прожила два года, получив при этом московскую прописку. До детей дело так и не дошло, брак распался. Вторая попытка была с продюсером линфильма Дмитрием Гербачевским, брак с которым продлился шесть лет. В этом союзе родилась единственная дочь Татьяны – Анна – в 1986 году. Но и этот брак распался. Как признается актриса, долгое время она жила ради дочери, отказавшись от личной жизни. И вот на съемках сватов бес попутал. Влюбилась в партнера – Федора Добронравова. Причем наличие у него семьи как-то не смущало. К счастью, Федору удалось образумить актрису, в результате вспышнувшая страсть переросла в крепкую дружбу. А какой вы помните Татьяну Кравченко? Какая из ее ролей понравилась вам больше всего? Только ли Валюха из сватов? Напишите об этом в комментариях. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, задавайте вопросы, предлагайте интересные темы и идеи и подписывайтесь на канал. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok